В экспозиции Музея изобразительных искусств Карелии недавно появился новый раздел, который так и называется «Вселенная Калебала». Вы уже там побывали? Сегодня мы снова обращаемся к Эпосу Калебала. Тема эта безгранична. Одним словом, целая вселенная. Территория культуры заглянула в музей, когда выставку еще монтировали. Хотя Калебала для жителей Карелии «наше все» и запасники Музея изобразительных искусств просто ломятся от работ, связанных с этой темой, постоянной калебальской экспозиции здесь до сих пор не было. Ее создание, можно сказать, важный исторический и культурный шаг. А экспозиционное решение очень современно. В фондах музея более 700 работ, посвященных теме Калебала. На выставке только пятая их часть, но задачи показать все и нет. Зато здесь мы можем ощутить Калебалу всеми фибрами души, не только увидеть ее, но и услышать. Попробовать на запах и на вкус. Калебальская коллекция «Золотой фонд музейного собрания» представляет темы и сюжеты героев рунических песен, собранных Элиасом Ленратом в книгу Калебала. Исполнены изображения в разных техниках. Здесь и графика, и живопись, и художественные объекты, и декоративно-прикладное искусство. Традиционное расположение картин на стенах, а экспонатов в витринах, сочетается с диковинными конструкциями и инсталляциями. Например, эти металлические столбы в зале с изображениями рунопевцев, так называемый «рунопевческий лес». Рассматриваем картины и слушаем старинные руны в современном исполнении. Эта инсталляция – нечто иное, как гнездо утки, свитая на колене девы Илматор. Из крылупы яиц будет создана земная твердь. А так родился первый человек – мудрец Вени Мёнин. Это голова гигантской щуки, из которой Вени Мёнин сделал первое кантели. «Ой, она тяжелая, осторожно. Вот видите? Ой-ой-ой. Давайте не будем наклонять. То есть вот это у нас получается верхняя челюсть щуки». Каливала эта история от сотворения мира до прихода в северные земли христианства. Интерес художников к эпосу возник еще в середине XIX века, после опубликования поэмы. Эстафету финских живописцев и графиков подхватили в России. В советские годы смысл эпоса видели в стремлении трудового народа к новой светлой и счастливой жизни. Можно сказать, Мельница Сампа символизировала идею коммунизма. Со временем политические мотивы уступили место вечным темам и философским исканиям. В 1949 году, к столетию издания эпоса, был объявлен всесоюзный конкурс иллюстраций Кальвеля. Рядом с работами его победителей, Георгия Стронкая, Осма Бородкина и Мюда Мечева, сейчас можно увидеть произведения молодых художников XXI века. Каждый художник, он по-разному все представляет, но образы очень похожи. Некоторые работы обрели вторую жизнь. Например, маленькая книжная иллюстрация с изображением свадебного быка, созданной Алисой Паретт, превратилась в большую фреску на стене. Гравюру Мюда Мечева напечатали на ткани. Мы знаем из литературы, что все самое интересное нарисовано на куске холста. Что же здесь изображено? Это произведение Мюда Мечева, которое рассказывает нам о том, как создавался самый удивительный образ Калевы – мельница Сампа. И скрывает эта штура от нас как раз образ самой мельницы. Давайте-ка посмотрим, что там за ней. Насколько я понимаю, это самая большая тайна выставки. Да, это самая большая интрига выставки, потому что наши дизайнеры из Санкт-Петербурга сделали такую инсталляцию сампа, пестрые крышки. Наши работы из коллекции рассказывают о том, как сампа создавалась. Сампа – ключевой и самый загадочный образ Калевы. Пайма Ленрата – тоже своего рода мельница сампа. Она собрана из различных произведений устного народного творчества. Рун, песен, плачей, заклинаний повествуют о традициях, бытии и обрядах древних жителей Карелии. О материальной стороне жизни колевальцев на выставке рассказывают десятки экспонатов декоративно-прикладного искусства и видеофильмы. Все это хитро скрыто в утробе щуки. Сундук, конечно, уникальный. Дело все в том, что этот сундук 1745 года. Хочу напомнить, что сам Ленрат родился только в 1802 году. То есть сундук старше Ленрата. И сундук этот из деревни Хайкаля. То есть из тех мест, где жили рунопевцы, да, из тех рунопевческих деревень. Эта выставка создается в рамках проекта, который финансируется программой приграничного сотрудничества Карелия. И она уже финансируется из бюджета Российской Федерации, Финляндской Республики и Европейского Союза. В названии есть фраза для китайских туристов, поскольку еще до начала распространения коронавирусной инфекции мы заметили у нас в музее появление китайского туриста. Одного? Нет, вообще, ну в целом, как категорию посетителей. Конечно, их было немного, но вообще в целом, чтобы музею быть доступным для разных категорий посетителей, конечно, важно создавать какие-то услуги и продукты. Она живая, до сих пор живая, и до сих пор будоражит умы, сердца людей, их души. И бесконечная, как Вселенная. Бесконечная, как Вселенная, это точно. Произведения у художников на тему Калевалы можно увидеть не только в музее. Чаще всего это книжные иллюстрации. Далеко не все такие здания представлены на абонементе Национальной библиотеки Карелии. Некоторые в специальном хранилище. Надежно, как в банке. Редкая коллекция, потому что располагается на данных полочках. Это издание Эпоса Калевала. У нас порядка 150 изданий на различных языках. И часть, конечно, фонда Калевала располагается в книгохранении, но и часть здесь. В Национальной библиотеке Карелии много настоящих книжных сокровищ. Вот у меня сейчас в руках самое старое издание Калевала 1864 года. То самое знаменитое. Настолько оно древнее видно здесь даже, что практически книга уже рассыпается и требует реставрации. А вот это самое последнее, 2020 года на марийском языке. Вот эта книга самая тяжелая. Безмен у нас в руках нет, но по ощущениям килограмма три. Калевала переведена на десятки языков мира. Первый полный и, пожалуй, самый популярный поэтический перевод на русский язык выполнил еще в 1888 году Леонид Бельский. В 1915 в издании с переводом Николая Асеева впервые появились иллюстрации Акселя Галин Калева. Тема Эпоса стала творческим стержнем финского художника. Это тоже его работы, но уже в цвете. В Соми хоть и почитают Калевалу как Библию, но позволяют себе по отношению к ней и шутку, и иронию. Говорят, финская молодежь практически не читает первоисточник, а знает его краткое содержание в детском пересказе «Калевала собак» Маори Кунаса. Знаменитые картины Акселя Галин Калева написаны Калевале. Автор, он же художник, повторил в особом собачьем виде. Как говорится, найдите отличия. А это уже комиксы на тему Калевала для подростков. И все же давайте вернемся к тому, что можно назвать настоящим искусством. Например, книги, изданные во Вьетнаме. Видите, какие иллюстрации? В оригинале они на тонкой рисовой бумаге. Поэтому вот в книге вот видно тоже вот, да, что вот они такие как размытые, как на морозном окне, да, нарисованные. Все равно проступают вот такие восточные черты лица, да. А это Айна. Иллюстрациями Калевале можно любоваться не только в читальных залах Национальной библиотеки, но, не поверите, прямо в окнах. Будете проходить мимо – приглядитесь. Это гравюры Мюда Мечева. Почему эту площадь можно назвать площадью Калевала? Ну, вы знаете, площадь Кирова, практически все здания на площади Кирова тем или иным образом связаны с эпосом Калевала. Елена Сайканин не просто библиотекарь, но и автор интереснейших экскурсий «Читаем улицы как книги». Одна из таковых как раз посвящена Калевале. Ее можно было бы назвать «Кот Калевалы». Стоит только оглядеться вокруг, как находишь множество знаков, которые отсылают нас к эпосу. Если мы говорим о музыкальном театре, то в музыкальном театре в 1959 году состоялась премьера балета «Сампа» с удивительной музыкой Гельмира Сини Сала. Финальная сцена балета. Радуются калевальцы. Радуются мудрый Вайнаменен в виде счастья своего народа. На фасаде музыкального театра посмотрите внимательнее барельеф кантелиста. Это Вайнаменен в представлении советского человека 50-х годов. Да, ведь в те годы и создавались руны на советскую действительность, новины. Интересно, что есть определенный прототип. Существовал в деревне Кинерма крестьянин, потом он был председателем колхоза. Гаврилов, с которым Каненков дружил. Гаврилов даже подарил ему кантели, на котором играл он и его отец. Еще один герой калевала изображен на фронтоне Национального театра. Кузнец Илмаринин. Тема калевала закодирована и в доме кантели. Название национального ансамбля – один из главных образов эпоса. А его создатель Виктор Гудков был сотрудником Карельского научно-исследовательского института. Собирал в 30-е годы фольклор Карелии. Записывал эпические руны. И оказывается, что это еще не все. Есть еще одна маленькая тайна, про которую точно никто практически не знает. Что это за объект? А потому что тайна, потому что нет у этого здания. Оно когда-то было, до Великой Отечественной войны, вот на углу стоял дом Бекренева, купца Бекренева. В этом здании в 18-м году располагался комиссариат народного образования, где в этот период небольшой, несколько месяцев работал Самуил Яковлевич Маршак, переводчик некоторых рон эпоса Калевала. Но я так понимаю, что ваша экскурсия по местам Калевала в Петрозаводске на этом не заканчивается. И мы, наверное, обратимся к зрителям. Пусть они нам подскажут, что еще в городе Петрозаводске связано с эпосом Калевала. К теме Калевала часто обращаются и театры Карелии. А вы знаете, что в Карелии создан уникальный спектакль «Калевала виртуальная». Аналогов нет ни в России, ни в мире. Хотите увидеть? Пойдемте. Для того, чтобы мне сейчас оказаться в среде виртуальной Калевала, что нужно сделать? Вам нужно надеть шлем. Надеваю. Как интересно, я попала в космос. А сейчас вокруг меня какие-то люди. Привет! Это тот случай, когда иллюстрации оживают, или зритель находится не в зале, а в центре происходящего. С виртуальной реальностью все немного знакомы, но здесь целый виртуальный спектакль. Очень мало кто занимается именно театром виртуальной реальности. В основном это игры, демо и просто записи, видеозаписи готовые. И тогда мы стали заниматься уже целенаправленно. Природные ландшафты, аутентичная музыка, чтобы изображение было более достоверным, использовали стереосъемку. Это просто какой-то театр будущего. Одного не хватает. Чашечку кофе, пожалуйста. Мы не очень понимали, что это будет вообще и как. Нам просто говорили так, встать здесь, смотреть сюда или куда смотреть, потому что камера для всех нас была необычная. Маленькая такая, круглая камера. И она снимает вот 360 или 308, я уже даже не помню сколько. И мы не предполагали, какой будет результат. Жюри Национальной театральной премии «Золотая маска» отметила проект «Калеблые эпизоды» в номинации «Эксперимент». Соревноваться было не с кем. Создатели спектакля, где реальные актеры, а не компьютерные модели действуют в виртуальных декорациях, стали практически первопроходцами, пионерами виртуального театрального космоса. Отзывы профессионалов театра, критиков, вир-разработчиков и обычных зрителей – самые восторженные. Это такой мир очень красивый. Ну, то есть мы, артисты, результатом были очень довольны. «Калеблые» сегодня – источник вдохновения художников, писателей, артистов и музыкантов. Она жива до сих пор, будоражит умы, сердца и души людей. Каждый из нас может отправиться в свое путешествие по Вселенной с названием «Калеблла». Интересных открытий! И увидимся на территории культуры! «Калеблые» «Калеблали» Субтитры создавал DimaTorzok